Первую тонну поливинилхлорида произвели на заводе Росвинил в Кстовском районе Нижегородской области. Поскольку предприятие является одним из самых крупных инвестиционных проектов в регионе, с продукцией одним из первых ознакомился глава Нижегородской области Валерия Шанцева. 4 года мы ждали этого дня. 12 июля 2010 года был заложен первый камень. И вот практически в июле, начале августа, мы получили пробную партию прекрасного сырья, поливинилхлорида, который используется в высоких отраслях промышленности. Предприятие Росвинил, строительство которого практически завершилось, является важным не только для Нижегородской области, но и для России в целом. По сути, этим проектом мы решаем проблему импортозамещения для всех наших предприятий, которые работают в инвестиционной промышленности, автомобильной промышленности, судостроении, стройиндустрии, легкой промышленности. И я думаю, что пройдет совсем немного времени, вокруг предприятия здесь снова образуется кластер по переработке этого сырья. После того, как предприятия ведут строй, его объемы производства добавят 10% в общий объем промышленности Нижегородского региона. В первый год работы Росвинила планируется производить 330 тысяч тонн поливинилхлорида и 225 тысяч тонн каустической соды. Как отметил генеральный директор завода, даже пробная партия продукции уже сейчас годится для дальнейшего производства. Мы уже получили ПБХ такого качества, который будет достаточен для производства оконных профилей. Сейчас нашим тестовым производством мы сделаем наш завод хорошо работающим, работающим для ремонта. Продукция предприятия покроет 30% потребностей российского рынка взамен импортных аналогов. Продукция предприятия